Всем привет! С вами Викторович. Сегодня я хочу провести тест различных средств для антикоррозионной обработки. Что-то помогает лучше, что-то хуже. Вот, значит, заготовил вот такой лист металла. Тут вот он очищен от краски. И здесь еще часть специально заржавил. Очистил от краски, поливал водой, солью. За месяц оно начало ржаветь. Значит, в чем будет суть нашего теста? Наношу разные средства для защиты от коррозии. Выставляем этот металл под поток атмосферных осадков. Солим, поливаем водой. Ждем несколько месяцев. Сегодня, собственно говоря, у нас первая часть теста. Ну, а результаты будут уже, пожалуй, весной. Значит, итак. Что мы сегодня будем пробовать? Ну, во-первых, оставлю еще один кусочек чистый. Ничем не покрытый. Посмотрим, насколько быстро он заржавеет. И кусочек уже прожавевший. Тоже без обработки. Итак, что мы будем пробовать? Ну, во-первых, эпоксидный грунт. Вот такой. Ну, его уже мы знаем по ролику про покраску колесных дисков. Следующий. Это акриловый грунт. Вот такой. Тут написано «автоэмаль». Но по факту это акриловый грунт. Якобы автомобильный. Дальше. Вот такой антигравий. Он же баранок в аэрозоле. Далее. Шовный герметик. Кроме того, я еще попробую нанести эпоксидный грунт. Сверху нанести акриловый грунт. И покрасить эмалью из баллончика. И покрыть лаком. То есть полный цикл подкраски какого-то маленького элемента на автомобиле. Ну и последний наш конкурсант. Это смесь пушечного сала. Вот такое пушечное сало. Негрола и мавиля. Вот. Значит мы попробуем на чистом металле. Собственно чистый металл. Варева из пушечного сала. Эпоксидный грунт. Акриловый грунт. Эпоксидный грунт. И покраска. Шовный герметик. Баранок. Он же антигравий. И на уже поржавевшем. Также чистый кусочек. Пушечное сало. Эпоксидный грунт. И баранок. Проверим миф о том, что пушечное сало может законсервировать даже те места, где уже началась ржавчина. Что ж, можем приступать. Итак, приступим. Начнем с эпоксидного грунта. Наносим на все места, куда мы решили нанести именно эпоксидный грунт. Эпоксидный грунт предотвращает доступ воздуха, влаги к металлу. Поэтому открытый металл в первую очередь нужно обрабатывать именно эпоксидным грунтом. Я себя в нескольких местах подкрашивал голый металл. Пока что краска еще не вздулась. так следующие это ну вот я с этим еще не сталкивался, но утверждают, что антигравий, он же баранок, также имеет антикразионную защиту. ну как правило его наносят на пороге, на днище. Он имеет такую эластичную структуру, защищает от камушков, пыли, грязи. Ну я взял его в аэрозоле, но лучше брать под покрасочный пистолет. Вот, сейчас я его буду наносить не совсем по технологии, потому что по технологии нужно сначала зачистить, тогда прогрунтовать и уже потом наносить баранок. Но именно для нашего эксперимента я баранок нанесу на чистый металл. Готово. Ну, гранички, как видите, они будут немного и в том, и в том. составе. Ну, думаю, для теста и этого будет достаточно. Так, теперь акриловый грунт. Ну, акриловый грунт антикоррозионное средство абсолютно несостоятелен, вот, потому что он пропускает воздух, имеет пористую структуру. Чем он хорош? это повышенное объездие к краскам. Тут именно для сцепления металла с краской. Ну, попробуем, посмотрим, насколько он хорош. так, дальше, шовный герметик. возьмем немножко шпателем. Служит для защиты сварных швов, потому что там, где работает по голому металлу сваркой, там наиболее опасные для коррозии места. Вот. Мы нанесем его вот так вот, шпателем по широкой площади и посмотрим, насколько он защитит от коррозии. еще было бы интересно проверить разные шпатлевки, сколько они хорошо или плохо пропускают влагу и воздух к чистому металлу, но таких материалов у меня нету, поэтому это мы протестируем в другой раз. Так, там, где буду красить краской, пройдусь еще разочек оксидным гринтом. чтобы тут немного соответствовать технологии. Вот. Два слоя будет достаточно, думаю. Акриловый грунт нанесу еще разок. ну и баранком пройдусь. сейчас подождем, пусть немного высохнет и тогда покрашу вот эту вот часть краской, покрою лаком. и потом еще нанесем пушечное сало. Отдельно поговорим о пушечном сале. значит, эту часть я покрыл акриловым грунтом, потом акриловой эмалью металлик, по цвет машины и акриловым лаком сверху. все по технологии. то есть эпоксидный грунт перекрывает открытый металл. Акриловый грунт увеличивает адгезию краски к металлу. краска понятна, придает свет и лак защищает. значит, остался последний конкурсант пушечное сало, но его нужно нагревать, поэтому сейчас поедем в другое место. нагреем, нанесем и еще немного скажу, что же такое за пушечное сало и с чем его едят. Так, и последний наш конкурсант смесь пушечного сала, негрола и мавиля. Значит, что такое пушечное сало? Ну, да, оно имеет прямое отношение к пушкам, к оружию. Ну, это такая субстанция, не помню состав, которую используют для консервирования оружия. Орудий, гаубиц и так далее. Вот. Автолюбители староверы, еще старой школы, очень нахваливают эту смесь как антикоррозионную обработку. То есть, все современные считают отстоем, а вот пушечное сало с мавилью и негролом самое оно. у меня уже было готовое, смесь только застывшая, поэтому я не покажу как она варится. Ну, как, берете в кружку некую металлическую емкость, кладете кусок пушечного сала, топите его, добавляете мавиль, негрол, и перемешиваете до однородной консистенции, примерно консистенция жидкой сметаны из магазина, молока. Вот. И после чего быстренько наносите на место, которое надо защитить. Вот. Она остывает, застывает, превращается в такую тягучую жирную черную массу, которая практически не смывается. Вот. Водой мне вообще отмыть несложно, даже от рук. Вот. И якобы не пропускает влагу и воздух к открытому металлу. Сейчас мы это проверим. Вот. Разогрел, перемешиваю, чтобы все комочки удалить. Ну, кисточкой такой кипит, но пусть немного покипит. Наберем наш подопытный металл. Другой газ уже можно выключить. И там, где у нас по плану кушечное сало наносим. кушечное сало. Действовать надо быстро, пока смесь не застыла. Наносим толстеным слоем. Не жалеем. пушечное сало недорогое. На авторынке любом можно купить. Будьте аккуратны, когда покупаете пушечное сало. Оно должно иметь такую консистенцию пластилина. ни в коем случае не жидкое, не твердое. Вот именно такое, как пластилин. Килограмм стоит, по-моему, около 30-40 гривен. Не знаю, килограмма три, наверное, будет достаточно, чтобы обработать пятнище обычного автомобиля. Закрываем все щелки, чтобы не было нигде открытого металла. Очень аккуратно оно текучее и горячее. Поэтому, если где-то нищие обрабатываете, лучше взять перчатки. Так, ну и часть, которая под ржавчиной, согласно условий нашего эксперимента, тоже обработаем. Кисточка уже старая. Какая-то пропала, которую я наносил на машину. Ничего, для демонстрации этого вполне недостаточно. Вот, перекрываем полностью все. Можно попробовать потом по салу нанести краску, как делают. Баранок наносят, по нему красят, но я не пробовал. Можно будет потом попробовать. Пожалуй, все. нанесение разных составов мы закончили. Еще раз, что у нас было? чистый металл. Чистый металл. Раз, два, три, четыре, шесть разных составов. Это шовный герметик, это антигравий из аэрозольного баллончика, он же баранок. Это эпоксидный грунт, покрытый акриловым грунтом, покрытый металликом и лаком. Тоже все из баллончика. Просто акриловый грунт, эпоксидный грунт и смесь пушечного сала. Ну и просто чистый для сравнения металл. И тоже заржавленному металлу оставил уже ржавый, нанес тот же баранок, эпоксидный грунт и смесь пушечного сала. Ну, использовались непрофессиональные краски, грунты из аэрозольных баллончиков. Вот тот же баранок, который продается под пистолет, он крупнее, потому что этот меленький, гладенький, потому что на баллончике дырочка дюза маленькая, более крупный не пройдет. Вот, наносилось не по технологии, то есть сразу на голый металл, вот, потому что наша цель протестировать, как он закрывает металл, а не как, допустим, эпоксидный грунт, а потом баранок, еще в каких-то вариантах. Вот сейчас мы это оставим в помещении, чтобы как следует все высохло, чтобы лак схватился, вот, и через пару дней выставим просто на улицу, будем солить, соль как бы имитирует то, что у нас наносит на дороге зимой, ну и ускоряет процесс проржавливания. Посыпать солью, поливать водой, начнутся дожди, снег, это уже сделает природа. Вот, и весной посмотрим, где, под каким покрытием больше ржавчины, а может быть где-то ржавчины вообще не будет. Ну, это, пожалуй, все на сегодня. Ждем продолжения теста. Всем спасибо, всем чистого неба и отсутствия коррозии.